доброе утро дорогие телезрители уже поздняя осень на дворе у меня слов нету никаких и сейчас доздороваюсь ладно мои любимые афонтовцы и конечно мои любимые ютюбовцы на канале голова садовая тетя тайна сегодня речь пойдет о сорняках как вообще от них избавиться чтобы не копать не полоть и вообще ничего не делать ну как вы уже поняли лентяйка я еще так вот посмотрите сколько мокрица полото переполото полон никами руками но он как будто его кто-то сеет по ночам и я придумала не остались куски рубероида и я сейчас покажу вам как избавиться от сорняков надолго а весной когда вы уберете рубероид вы увидите результат своей работы можно воспользоваться не только рубероидом это может быть просто пленка это может быть черный нетканый материал поехали вот прежде чем устелить вот эту площадку рубероидом надо немножко потрудиться убрать все скопление травы которые вы там пололи выдергивали вот тут было два ряда капусты здесь были помидоры то есть ботву убрать обязательно почему да потому что мыши они найдут как заползти туда и вот там где этот кучка травки они обязательно совьют себе гнездо нам эти мыши ни к чему это просто недопустимо значит постелем рубероид вот один лист я уже постелила во первых он черный он не пропускает света во вторых он сильно нагревается при любом солнце нагревается это значит что сорняки они еще не успели зацвести только начинают значит семена они не сбросят постарайтесь до того как эти сорняки начнут образовывать семена постарайтесь все-таки это укрыть я уже сказала чем да либо это рубероид это лучший вариант конечно либо это черная пленка либо черный обычный укрывной материал но в принципе хочу сказать что и просто прозрачная пленка тоже годится для этого значит ну все не так страшно скептики конечно скажут ну конечно все равно же трава то останется да нет мои дорогие травы не останется это уже проверено на сто рядов я хочу сказать только вот что если вы тщательным образом укроете и не хотите ее вырывать и у вас нету ни времени ни силы ни желания то весной под этим рубероидом там будет не почва а просто сказка в принципе ее даже копать не надо хорошо конечно вскопать с осени ну а если нету времени а если нету сил бывает и колени болят бываете спина не какая ну вот предлагаю вариант для того чтобы вы поберегли свое здоровье и все-таки получили хороший результат конечно вот эти листья листы рубероида надо придавить досками ну если будет ветер конечно края может поднять но есть вот такие доски страшные старые как не знамо что но они тоже годятся мы вот так поперек вот таким вот макаром укроем там еще один лист есть и я укрою всю площадку и копать ее не буду я вам клянусь и мы с вами весной посмотрим какая там будет почва как-то значит мне нужно было избавиться от ну даже не от сорняков а избавиться от растений которые многолетние это были флоксы сказать кстати и я укрыла укрывным на полтора сезона то есть я укрыла рано осенью и убрала уже под осень следующего сезона этот укрывной черный и вы знаете там вообще была чистота ни одного растенец а все погибло все что взошло а под таким материалом сейчас начнут сходить сорняки со страшной силой просто они только белого цвета будут вот и вся разница но зато от того что они закрыты температура будет высокой они погибнут те которые взойдут когда будет еще немножко тепло погибнут от того что будет мороз и весной зашедшие те которые остались они обязательно погибнут потому что мы снимем укрывной этот рубероид ну либо укрывной либо пленку только тогда когда придет необходимость посадить растения я надеюсь что вам этот способ понравится мне очень нравится я конечно не лентяйка но иногда правда руки всего две и вы это прекрасно знаете ну на этом вот и все пока и до свидания а